Не всегда это напрямую связано с искусственным интеллектом, здесь могут быть гораздо более прозаичные причины. Приятно, все потеряют работу. Скорее всего, будет найдена золотая середина между алгоритмами автоматизации и человеческой трудной. Человек устает. Робот может работать действительно исключительно по определенным шаблонам, правилам. Перекладывать ответственность на искусственный интеллект в лечении, наверное, не стоит. Всем привет! С вами подкаст «Цифровая реальность» и я, его ведущая, Стас Савельева. Здесь мы обсуждаем самые актуальные новости из мира цифр, которые произошли в России и мире за последнюю неделю. Сегодня у нас в гостях Максим Баджагов, генеральный директор акселератора возможностей. Здравствуйте! Андрей Ярных, эксперт в области информационной безопасности, член правления Аэроцит. Добрый день! И Георгий Георгиевский, начальник отдела по работе с регистраторами и пользователями координационного центра домена Fru.RF. Друзья, здравствуйте! Итак, наша первая новость. Apple провели исследование своего искусственного интеллекта, в результате которого выяснили, что он отстает от Лидии Фринга более чем на два года. Исследование показало, что чат GPT от OpenAI на 25% точнее, чем Siri от Apple и может ответить на 30% больше вопросов. Ну, я бы не фокусировалась на Apple непосредственно и в продукте Siri, а в целом бы, может быть, обсудила, какие ключевые факторы наиболее критичны для преодолевания такого технологического разрыва именно в части производителей искусственного интеллекта. И вообще, насколько велико значение партнерств и открытости доступа к передовым разработкам для компаний, которые хотят догнать лидеров в области ИИ? Давайте я начну. Большой необходимости вот так уж догонять у бизнесов нет. Важно, чтобы пользователи были довольны тем сервисом, который они получают от той или иной компании. Если же все-таки возвращаться и говорить про Apple, там же четко можно понимать, что есть определенная аудитория, определенное лояльное ядро клиентов, которые с удовольствием будет рада воспользоваться каким-то новым фишечком. И на самом деле, вот то, как сейчас для простого пользователя, для обывателя выглядит какой-то сервис, построенный на базе нейросетей, это, конечно, пока еще развлечение. Да, там где-то можно сделать саммари твоих действий на сегодняшний день, какой-то, может быть, подборка новостей по твоим предпочтениям. Возможно, будет помощник написания сценария для устройства умного дома. Но это все такие игрушечки пока. Настоящий прорыв будет тогда, когда пользователь не будет замечать действия нейросетей при использовании тех или иных устройств, сервисов, интерфейсов и так далее и тому подобное. Это должны быть невидимые помощники, которые просто позволяют нам более эффективно пользоваться тем, чем мы пользуемся. Что касается процентов, эффективности, догонит-перегонит. Сейчас просто время такое. Все на интересе к этому вопросу публикуют какие-то новости. Завтра мы просто перестанем замечать. Ну, я здесь немножко, наверное, поспорю, потому что мне кажется, что на самом деле Apple пропустил серьезный удар. Удар по имиджу инновационной компании, которая находится на острие прогресса, является ли таким определенным лидером и законодательным мод для последующих разработчиков. И вот по этому такому имиджу инновационной компании нанесет довольно мощный удар. Мне крайне досадно, потому что я сам пользователь Apple и очень люблю эту технику с точки зрения информационной безопасности. Предпочитаю ее. И у меня, кстати, когда я читал эту новость, возникло такое интересное соображение по этому поводу, что это является в некоторой степени косвенным признаком того, что то, в чем упрекают иногда Apple, говорят, что с него много утекает информации, бигдаты, так вот, похоже, по тому, как развивается их искусственный интеллект, это не совсем так. Потому что такое ощущение, что как раз они-то информации как раз у них мало, или они ее не покупают в достаточном объеме, ну, или хуже идет процесс инноваций, ну, может быть, действительно меньше течет персональных данных, пользовательских данных, поведенческих данных, там, геоданных и так далее, которые служат там основой для обучения искусственного интеллекта. Такой косвенный признак немножко. Мне хочется думать, все-таки они хорошо, что, может быть, в силу закрытости системы она является более секьюрной, к сожалению, имея вот такое вот негативное последствие, как отставали по искусственному интеллекту. Мне, кстати, кажется, что, я буквально кратенько добавлю коллег, мне, кстати, кажется, что Apple, ну, он на самом деле, вот, на протяжении своей истории довольно часто сталкивался с критикой, связанной с тем, что какая-то та или иная у них инновационная система или новая разработка, да и самим Siri, когда он только появился, тоже, в принципе, с одной стороны, это был определенного рода прогресс, потому что они удобно встроили это в пользователя, но, с другой стороны, всегда были, экспертное видение того, что вот другие наработки будут лучше развиваться и так далее, но Apple все-таки они умеют, скажем так, маркетингово упаковать, даже если есть определенные недостатки технические, и так как, в принципе, я соглашусь с Георгием, что на данный момент все-таки искусственный интеллект это еще не полноценный рабочий инструмент, а скорее некое дополнение, я думаю, что Apple докрутит, сделает из этого какую-то маркетинговую составляющую, встроит его эффективно в свою операционную систему, и уже в следующем году, там, или в течение какого-то ближайшего времени, в обозримом будущем, возможно, сама система будет отставать от аналогов, но пользователи будут ей очень довольны и будут считать, что она вот самая прогрессивная, самая удобная, что она будет очень удобно встроена, скажем так, в их систему. Да, кстати, хотела тоже сказать, что на одной из презентаций они уже наносировали возможность и управления, и задавать вопросы напрямую в искусственный интеллект, но, насколько я поняла, сейчас Apple ориентируется больше на чат-GPT, и там даже в презентации они, по-моему, показывали, как они напрямую задают вопросы чату, но вызывают Siri чат с чатом GPT. В общем, интересная такая коллаборация, собственно, поэтому я спросила про стратегические партнерства. Может быть, в этом случае у них что-то получится вместе в коллаборации достичь. Спасибо большое за ваши комментарии. Перейдем к нашей следующей новости. И она касается увольнения сотрудников ТикТока. Сотни сотрудников ТикТока столкнулись с увольнением в связи с переходом компаний на автоматизированную модерацию с помощью инструментов искусственного интеллекта. Больше всего досталось Малайзии, где уволили 500 работников. И вообще ТикТок объявили о планах инвестировать 2 миллиарда долларов в глобальные меры доверия и безопасности. И при этом 80% вредоносного контента уже удаляется с помощью искусственного интеллекта. Ну, мы немножко затрагивали тему модерации. Я вот хотела в целом с вами обсудить такой вопрос, как у нас меняются представления о вредоносном контенте с развитием искусственного интеллекта. И, может быть, появятся какие-то, или ожидаются, обсуждаются новые стандарты и нормативы для автоматизированной модерации, может быть, даже на международном уровне. И в целом модерация контента с помощью ИИВ вызывает такие смешанные чувства. Мне кажется, что все-таки нужно учитывать и культурный контекст, и разные нюансы, которые могут быть в этом плане, конечно, как будто бы все-таки человеческая модерация эффективнее. Что вы думаете по этому поводу? Пожалуйста, поделитесь. Ну, мне кажется, что человеческая модерация, она может быть, конечно, более эффективной с точки зрения того, что учитывать больше нюансов. И человеческая модерация, она, как бы сказать, она сострадательная. То есть она может принять какие-то объяснения, как понять какую-то логику, выходящую за правила, скажем так. Она может рассмотреть некий контекст. Насколько может аналогично действовать искусственный интеллект, я пока не уверен. То есть, наверное, это все-таки поиск такой золотой середины между человечностью и строгим соблюдением правил. Потому что люди, помимо человечности, еще обладают таким свойством, как действительно попадать под влияние или политизировать некоторые вещи. То есть, привносить что-то личное в чисто математические модели, когда нужно просто, на самом деле, контент признавать либо нежелательным, либо противоправным, либо незаконным. Поэтому, мне кажется, вот такие автоматические инструменты, они будут развиваться, они будут добавлять определенной объективности, но всегда будут определенные эксцессы, когда будет неправильно заблокирован, вот именно в силу того, что это рамки, а роботы и алгоритмы пока не очень хорошо умеют работать вот с этими рамками и не обладают эмпатией, фактически. Иногда не обладают. Это позволяет там избежать ошибок, но иногда, может быть, выносит неправильное осуждение. То есть, мне кажется, здесь идет поиск золотой середины, и люди будут, ну, вряд ли все потеряют работу. Скорее всего, будет найдена золотая середина между алгоритмой автоматизацией и человеческой трубой. А я вот еще бы, наверное, с вашего позволения дополнил бы Андрея. Мне вообще кажется, что сейчас, в принципе, в больших корпорациях, во многом из-за надутого штата, может быть, местами не совсем обоснованного, в принципе, все больше и больше мы встречаем инфоповоды, связанных с массовыми увольнениями, серийными увольнениями, что внедрение этой системы и привело к тому, что уволили этих сотрудников, потом уволили этих. Мне кажется, что, в принципе, в больших компаниях сейчас есть некий тренд на внутреннюю оптимизацию сотрудников. Многие коллеги, которые ранее были там частью команды по тем или иным причинам, в том числе, может быть, и с недостатками финансирования, потихонечку уходят из компании. Я думаю, что это тот тренд, который вот именно в больших IT и принципах технологических корпораций будет и дальше наращиваться. И здесь не всегда это напрямую связано с искусственным интеллектом. Здесь могут быть гораздо более прозаичные причины, скажем так. Вот. Поэтому, на самом деле, возвращаясь к тезису, который хотелось подсветить, что я думаю, что вот эти увольнения, они напрямую связаны не только с внедрением искусственного интеллекта, но есть и дополнительные причины. Ну, это, может быть, да, технологические тренды, которые там оставляют при введении автомобилей на улице, кузнецы и заботчики лошадей, действительно сильно страдают от этого, от технологического прогресса. Ну, это, наверное, определенная там степень эволюции. Что касается того, насколько нейросети будут более эффективно фильтровать нежелательный контент, скажем так, да, я отвечу на этот вопрос положительно. Человек субъективен. Человек устает. Робот может работать действительно исключительно по определенным шаблонам, правилам. Он может включать дополнительную эвристику. Можно добавить всевозможные нюансы, контексты, культурный код. Это все можно учесть. Современные языковые модели позволяют достаточно серьезно погружаться в контекст. Поэтому здесь, конечно, эффективность и работа фильтрации за автоматизированными системами. Это общий тренд мировой. Тренд на оптимизацию и автоматизацию всего рутинного. Человек должен заниматься какими-то творческими задачами. Ну, это так, глобально, если посмотреть. А что касается конкретной ситуации. Ну, это вот большая корпорация, там несколько сотен тысяч человек в ней работает. 500 тысяч сократили по какой-то программе определенной. При этом даже, скорее всего, это не конкретные сотрудники. Это так называемые временно нанятые эмплоерс. Некая команда, которая пришла, поработала по контракту. Контракт закончился либо раньше срока по условиям, либо по сроку. Ну, и на этом, в общем, 500 сотрудников было уволено. А в компании все равно осталось 110 тысяч еще рабочих людей, которые занимаются всем подряд. Поэтому, в общем-то, ну, обычное явление. Потом выяснится, что в других компаниях не хватает специалистов. Туда устроятся люди. Ну, вот именно. Нет, вот это целая... Ушать квалификации, то есть... Да, это целая команда, которая квалифицированно работает с контентом. Она будет работать в других местах. Ну, да, и тут я понимаю, что это общий тренд. Просто мне вот именно как будто бы казалось, что модерация именно вредоносного контента, она такая задача нестандартная и чем-то креативная. Потому что вот я не нашла нормативных актов, как определить вредоносный контент от невредоносного. Каждая платформа интерпретирует по-разному этот момент. Просто интересно, как справиться с этим искусственным интеллектом. Ну, скорее всего, он хорошо справляется, потому что 80% они уже блокируют. Так что... Главное, чтобы жалобы рассматривали все-таки люди, а не роботы. Потому что вот вторая ступень обращения, скажем так, должна быть за человеком. Потому что там нужно больше степеней свободы и больше степеней в принятии решения. А не жесткие рамки, не жесткие рамки. Да, большое спасибо за ваш комментарий, это правда. Тогда перейдем к нашей следующей новости. Против Тесла в США начали расследование из-за ДТП. Федеральная служба проводит расследование из-за четырех аварий с автомобилями Тесла, произошедших после того, как автомобили въехали в зоны с туманностью, с солнечными бликами и так далее. И помимо пешехода, вот последней аварии, который не выжил, еще пострадал другой человек, уже находящийся в автомобиле, а пару недель назад в Румынии автопилот теста поставил под угрозу жизнь водителя, пытаясь объехать пешехода. Ну, собственно, как будто бы аварии участились в последнее время. И хотел бы в целом уточнить, как общественное доверие к технологиям автономного вождения можно изменить в свете таких событий. И что могут сделать компании для прозрачного, ответственного реагирования на такие инциденты? Что можно сделать? Работать дальше, совершенствовать алгоритмы. Это первое. Второе. Ну, надо просто посмотреть на то, что было сто лет назад с обычным автомобильным транспортом. И действительно были первые жертвы, и эти жертвы привели к тому, что появились светофоры, дорожные знаки, какое-то регулирование движения. Так и здесь, рано или поздно, возможно, какие-то системы обратной связи будут развиваться в большей части. Законодательно, ну, здесь я небольшой специалист в правовом вопросе, связанном именно с ответственностью за всякие дорожно-транспортные происшествия с автоматизированными тележками. Но в целом можно посмотреть на это с такой точки зрения. На сегодняшний день, если конкретно говорить о Тесле, там не полный автопилот. Он может маркетинговым образом называться именно так. Это полностью автопилотный магазин. Это вот магазин. Не магазин. Автомобиль. Но за рулем все-таки находится человек. И речь пока идет не о тех беспилотных такси, у которых не будет ни педали, ни руля. Пока конкретно здесь есть водитель, который не должен, полагаясь на, назовем это искусственный интеллект, отвлекаться от дорожной ситуации. Не справился с управлением, пусть и глубоко автоматизированной самоходной тележки. А вот когда это будут действительно полностью беспилотные автомобили, ну вот тогда будет это интересно. Я думаю, что они появятся на дорогах общего пользования не раньше, чем разрулится вот эта вся система, связанная с соответственностью конкретных компаний, владельцев автомобилей, либо конкретных лиц, управляющих техникой. Мне кажется, что здесь действительно просто мы рассматриваем просто ранние кейсы из раннего использования новых технологий. Они действительно сопряжены с ошибками, с недоработками, с ужасным отставанием в законодательстве, как обычно. Ну, как всегда, законы идут всегда за технологическими трендами, потом уже фиксируют статус-кво и определяют определенный порядок, там, ответственности, правоиспользования и так далее. Мне кажется, порядок нам станет тогда, когда все, весь транспорт станет беспилотным. Вот тогда фактически будут определенные правила. Но правда, тогда и нужны будут беспилотные люди, потому что они тоже создают элементы хаоса, будут выносить, что, наверное, недостижимо. Но, по крайней мере, такие технологические и функциональные вещи, как, допустим, городской транспорт пассажирский или карьерные грузовые перевозки, или даже маршрутное такси, но в меньшей степени, оно все-таки обладает большой степенью свободы. Мне кажется, маршрутные движения зарегулировать несколько проще и как бы упоядочить проще и на нем отточить определенные кейсы. И потом с пониманием этих кейсов подходить уже к этим произвольным механизмам, таким как такси, беспилотники и так далее. То есть, есть это все равно постепенно, вырабатывая определенные правила и вырабатывая определенную толерантность на дороге к данному устройству, к тому, что часть участников движения является беспилотными. Да, и самое главное дополнение Андрея, можно сказать, что статистика-то она все равно сделает свое дело и уже через какое-то небольшое количество времени, пару лет, уже будет понятна вся выкладка, какое количество риск-факторов за время использования создает в среднем искусственный интеллект и какое количество риск-факторов создает обычный человек. И когда эта статистика будет более наглядной и понятной, а все-таки использование его управления будет не единичным, а массовым, ну или более массовым, то есть, наверное, полностью, до полностью беспилотного, скажем так, управления еще далеко, но до довольно массового, я думаю, что довольно близко, скажем так. Уже будет понятна статистика, будет понятна, сколько та или иная система безопасней. Все равно движение, мне кажется, оно же еще очень сильно зависит от государства, то есть, это все будет развиваться нелинейно. В некоторых странах, в принципе, мне кажется, человек, кто сложно управлять, я не представляю, как будет на Бали условном ездить беспилотный автомобиль или еще где-то. То есть, пока мы до этого дойдем, я думаю, еще очень много времени пройдет. Но то, что статистика покажет свое, и в наиболее, ну, странах с наиболее развитой транспортной системой станет понятно, что беспилотные автомобили двигаются безопаснее, и это все гораздо комфортнее. Многие риск-факторы снимаются. Я думаю, что все это будет гораздо более массовым. И, конечно, какие-то кадусы будут, но их будет гораздо меньше. И, в принципе, все просто к этому привыкнут. Спасибо большое за ваши комментарии. Да, как будто бы на самом деле пока что мы акцентируем внимание на единичных случаях, хотя наверняка статистика немножко другая, и нас поражает именно этот момент, что вообще-то все должно быть безопаснее. И вот сколько аварий происходит с обычным автотранспортом, мы уже не принимаем во внимание, не сравниваем эту статистику с статистикой электрокаров. Да. Спасибо большое за ваши комментарии. Придем к нашей последней новости. И диагностируют рак. Ну, собственно, и раньше были такие исследования, но ученые из Гарварда изобрели и построили, разработали искусственную нейросеть, которая с точностью до 96% диагностирует рак, причем не только. Заметен большой шаг вперед в разработке инструментов и с точки зрения уже непосредственной диагностики рака, но и в терапии. Собственно, модель прогнозирует то, как пациент может отреагировать на терапию, им, собственно, можно очень гибко подобрать индивидуальный метод лечения. В общем, по-моему, очень здоровская новость, но просто с другой стороны интересует, в целом, как интеграция искусственного интеллекта в исследовании рака может повлиять на скорость и, может быть, даже стоимость разработки лекарств и персонализацию лечения. Есть ли какие-то побочные эффекты от разработки таких технологий, не будет ли это перекладыванием уже ответственности на искусственный интеллект? Мне кажется, что здесь у нас вроде как бы с вами подкаст цифровой, а юридические вопросы, мы к ним возвращаемся постоянно. Но на самом деле, действительно, самый главный вопрос – это определение ответственного лица в случае ошибки, кто виноват, разработчик и врач, который неправильно применил искусственный интеллект, или больница, которая настояла на применении искусственного интеллекта. И здесь пока практика не сложится, а практика складывается всегда очень долго, и все-таки эта тема очень деликатна, и поэтому будут очень сильно бояться это активно внедрять. Я думаю, что это займет определенное время. Но мне кажется, что здесь задача искусственного интеллекта, именно в вопросах лечения, в первую очередь, если мы говорим сейчас про эту часть, то она, мне кажется, больше должна быть ориентирована на некую предварительную диагностику и сбор информации, а не выводы. То есть выводы все-таки, я думаю, что должен делать доктор, и еще долгое время нужно все-таки держать в голове, что именно доктор должен делать конечные выводы, писать сценарии лечения. Но вот именно сбор информации, искусственный интеллект, сначала он будет, наверное, как... Но он уже, в принципе, и есть. И в России мы знаем много компаний, стартапов, которые внедряют искусственный интеллект в медицинскую сферу, и проекты все очень хорошую динамику показывают. Но они все используются как вспомогательный инструмент. То есть есть врач, он лечит, он оценивает, а искусственный интеллект просто собирает информацию. Я думаю, что на ближайшие годы лучше этот статус-кво сохранить, потому что перекладывать ответственность на искусственный интеллект в лечении, наверное, не стоит. Ну а в целом, конечно, это все здоровские новости. И я думаю, что, в принципе, медицина сейчас смещается от лечения уже возникшего заболевания до предотвращения рисков его возникновения. То есть искусственный интеллект здесь сыграет не последнюю роль, потому что у любого человека есть раковые клетки, так или иначе, они просто в какой-то момент активизируются. И если искусственный интеллект способен в относительно молодом возрасте спрогнозировать риски, и исходя из этого врач, лечащий, постоянно сделает ряд выводов, и это позволит человеку продлить жизнь, я думаю, что это и будет то место, где должен применяться искусственный интеллект, то есть в превентивной медицине. И мы, в принципе, сейчас активно уходим вот именно в такую превентивную медицину, когда стараемся предотвратить болезнь еще до того, как она возникла. И я думаю, что здесь вот искусственный интеллект на это очень большое влияние окажет, потому что действительно механизмов, ну, во-первых, это в какой-то момент удешевит процесс вот этого скрининга своего состояния здоровья, если это будет делать не человек, а искусственный интеллект, это позволит тебе делать это все гораздо чаще, и мы вот больше и больше будем уходить именно в превентивное поддержание здоровья, а не в лечении конкретной болячки в моменте. Ну, я, наверное, соглашусь, потому что здесь, когда я прочитал эту новость, я подумал, ну, какая же это новость, на самом деле очень многие работают в этом направлении, и на самом деле несколько лет назад даже я был в отечественном предприятии, где мне показывали систему, которая занимается как раз приблизительно подобным, то есть, но там шло на этапе обучения искусственного интеллекта, то есть мне показали, как это выглядит в модели, то есть делаются определенные снимки, определенные кейсы, на основании которых принимаются там позитивные или негативные отзывы, и дальше врач уже размечает, соответственно, вот эти снимки, обучая искусственный интеллект тем признакам, которые он в дальнейшем должен будет сам вычленять. Вот это самая дорогостоящая, самая такая вот процедура, потому что она требует привлечения человека, эксперта для обучения этой нейромодели, для того, чтобы она эти признаки принимала, классифицировала правильно, и в дальнейшем, соответственно, уже без участия врача самостоятельно могла их выделять, диагностировать и привлекать внимание врача. Потому что основная идея в том, чтобы врач среди большого потока той информации, которую он получает, не упускал вот именно эти признаки, а нейросеть привлекала внимание, и дальнейшее конечное решение о лечении принимал уже непосредственно сам врач, именно обращаясь уже дальше к нему, и, собственно говоря, в этот момент уже врач бьет ответственность на себя, от искусственного интеллекта принимает на себя уже как непосредственный человек, который принимает решение о лечении, о том, какие лекарства принимать и так далее. Перспектива очень хорошая. На мой взгляд, это просто замечательная новость. Я рад, что на самом деле она идет и в той части, которая касается не только диагностирования, но и лечения. Главное не забыть спросить докторов, хотят ли они внедрения искусственного интеллекта в их жизни, потому что я как бы как член семьи, скажем так, где очень много врачей, могу сказать, что врачи не совсем открыты к инновациям, и зачастую как бы не совсем то, что им нужно. Ну что ж, спасибо большое за дискуссию. С полным текстом этих и других новостей можно ознакомиться в последнем дайджесте на канале управления интернетом Телеграм. До следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова